И снова на сцене Ульяновского драматического театра премьеры. Да еще какая! Главный режиссер театра Владимир Золотарь поставил спитакль по пьесе американского кинорежиссера, актера-комика, четырехкратного обладателя премии «Оскар», автора многочисленных рассказов и пьес Гуди Аллена «Центропарк Вест». В афише отмечено, что это очень интеллигентная комедия. В общем, это, конечно, очень печальная такая внутренняя история. Такой кризис всего, что может быть в личных отношениях, в семье и так далее. Когда никто никому, по большому счету, не нужен совершенно катастрофически. Но при этом это чисто, в общем, комедия положений. Что, с одной стороны, так как бы и определяет такой своеобразный дар, наверное, у Диалина, что, в общем, он это умудряется делать смешным, потому что это бесконечная ирония, а главное, самая ирония. Герои «Центропарк Вест» — романтики, которые не вписываются в жизненные обстоятельства. Они постоянно попадают в различные курьезные ловушки. Психоаналитик Филлис, ее исполняет Дарья Далматова, которая около 40 лет живет в роскошной квартире на улице «Центропарк Вест». Ее дом по совместительству — рабочее место, так как пациента Филлис принимает тоже в этой квартире. Когда я впервые услышала эту пьесу, нам прочитал Владимир Александрович ее, я, например, прекрасно поняла, как надо играть Кэрол, и совершенно не поняла, как надо играть Филлис. Потому что я не могу сказать, что это героиня, прям какое-то такое стопроцентное в меня попадание. Но она в итоге оказалась понятной, в итоге мы как-то ее, наверное, раскрыли. И по большому счету, просто, наверное, я такого никогда не играла. Ее супруг — успешный юрист Сэм, актер Николай Авдеев. Как считает Филлис, совершенно без причины решает ее бросить. Впрочем, лучшей подруге Кэрол, актриса Наддулевова, женщина объясняет, что муж объявил, он нашел другую, любит ее и намерен уйти к ней. Я бы не сказал, что это роль на сопротивлении. Конечно, каждому актеру, мне кажется, было бы приятно находиться в центре внимания своих партнерш на сцене. Но на самом деле в жизни я так себя, конечно же, не видел. Выясняется, что Филлис подозревает Кэрол в том, что она разлучница. Кэрол в итоге сознается, попутно раскрывая обстоятельства своего несчастливого брака. В этот момент на сцене возникает ее супруг Говард, актер Алексей Вольный, у которого, как выясняется, не все в порядке с нервной системой, и который горстями глотает успокаивающее, запивая его алкоголем. Выясняя детали своих историй, семейные пары открывают многие тайны. Но все же главной интригой до самых последних минут действия остается имя новой пасси Сэма. Все происходящее сопровождается интересным интерактивом. Детали сцены, над которыми работал главный художник театра, заслуженный деятель искусств Украины Владимир Медведь, музыкальное видеооформление, сделанное Максимом Лужанским, очень удачно вложатся в канву спектакля. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.